Таиланд или Сиам, как его называли когда-то, земля сказок и снов, где все необычно и загадочно. Это маленькое королевство площадью чуть более 500 тысяч квадратных километров, которое расположено в центре Юго-Восточной Азии на Индокитайском полуострове. Всего жителей в королевстве 55 миллионов человек. Из них около 10 миллионов живут в столице, Бангкоке, огромном азиатском мегаполисе, где гигантские небоскребы соседствуют с крошечными домиками на сваях и многочисленными пагодами и дворцами. Есть у Бангкока и другое название – Крунг-Теп, город ангелов. На первый взгляд трудно заметить присутствие ангелов в современном городе-гиганте с его загазованностью, суетой и дорожными пробками. Но постепенно город очаровывает своей многоликостью, красочными контрастами между старым и новым, традициями и современностью, необыкновенной доброжелательностью местных жителей. Государственный строй в Таиланде – конституционная монархия с 1932 года. Глава государства – король Пумипон Адюлядет, рама IX – IX монарх династии Чакри, которая правит более 200 лет. 2006 год является 60-й годовщиной коронации Его Величества Короля. Правительством Таиланда было решено организовать Великий фестиваль событий, который проходит в течение всего года. Одним из самых ярких празднований стала Королевская баржевая процессия, прошедшая 12 июня 2006 года в Бангкоке. Съемочная группа нашей программы была приглашена на это грандиозное событие. Церемония королевских лодок – одна из наиболее зрелищных и наиболее красивых и исторических церемоний Королевского дома Чакиль Таиланда. История насчитывает почти 700 лет. В течение 700 лет королевские лодки использовались как для королевских церемоний, как религиозных церемоний, так и для военных, так сказать, сражений. В параде участвовали 52 церемониальные барки. Длина процессии составила около 1200 метров в длину и 90 метров в ширину. Движение лодки начали из дока возле пристани Васукри. Достигнув храма Ватарун, должны пройти по кругу и вернуться обратно. Грибцы – 2082 человека, обыкновенные матросы Королевского военно-морского флота Таиланда, которые специально тренировались в течение года. Участие в церемонии для них – почет, большая гордость. Было три репетиции. Они как бы понарастающие, сначала просто в лодках без костюмов, потом в костюмах, потом все лодки вместе, и все участники одеты в те костюмы, в которых они будут участвовать 12-го числа. Подготовка к такой грандиозной церемонии была проведена основательная. Реставрировались лодки, шились новые костюмы для участников, поражающие великолепием. Восстанавливались и создавали заново атрибуты парада. Все должно было быть идеально, здесь не было мелочей. Ведь на эту церемонию приглашены все представители королевской власти мира, и они почти все собрались. 24 королевские особы из 24 стран мира прибыли в Таиланд на церемонию, посвященную 60-летию коронации рамы 9-го и парад королевских парок. Церемониальные лодки движутся в строго определенном порядке, выверенном веками. Гребцы исполняют песню-поэму, воспевающую всенародную любовь к монарху, красоту барок, великолепие древнего сяма, земного рая. В предыдущих церемониях король сидел, как правило, на лодке с лебединым носом. Это главная считается королевской лодкой. Последний раз эту функцию выполнял наследный принц. Это является сюрпризом для данной процессии королевских лодок. Кто будет находиться на главной лодке. Королевская барка Суванахонг. Золотой лебедь была построена во время правления короля рамы 6-го взамен старой, созданной рамой первым, более 200 лет назад. Ее форштевень представляет собой позолоченную, покрытую лаком и украшенную кусочками зеркал фигуру лебедя. Вес почти 16 тонн. Длина более 44 метров. Ширина около 3 метров. В ладье 50 грибцов, 2 кормчих и 3 капитана. Весла золотые, а грибцы подражают летящей птице. По обычаю, во время движения грибцы могут менять положение тела только с разрешения короля. Король Таиланда Пумипон Адюлядет родился в 1927 году в США, где его отец изучал медицину. Пумипон Адюлядет получил образование в Швейцарии, где и проживал до возвращения в Таиланд в 1950 году. Он вступил на престол 9 июня 1946 года как рама девятый после гибели старшего брата рамы восьмого. За 60 лет правления нынешнего короля было проведено 14 водных королевских парадов. Это очень редкая королевская процессия. Она проводится только в исключительных и очень знаменательных событиях в истории страны. Последняя, вот перед этой, была посвящена собранию руководителей государств, членов ассоциации стран Азиатского и Тихоокеанского региона. И это посвящено 60-летию вошествия на престол короля Пумипона Адюлядета. Королевская барка Анекчат Пучонг была построена в эпоху Великого Реформатора Рамы Пятого Большого Почитателя России и личного друга императора Николая Второго. На позолоченном носу барке вырезано изображение множества маленьких змей-нагов. Ее нижняя часть выкрашена в розовый цвет. На церемонии в этот день присутствовало более миллиона тайцев и гостей праздника. Почти все были в желтой одежде. Ну, желтый цвет – это цвет дня рождения короля. Король Таиланда родился в понедельник. По буддийскому и индуистскому календарю это желтый цвет. Ну, допустим, пятница – это голубой, вторник – это розовый. Вот потому это считается цветом короля. Именно данного короля, который сейчас правит, Рамы Девятого. По всей стране прокатилась волна желтой лихорадки. Каждый тайец в эти праздничные дни был одет во что-нибудь желтое, выражая таким образом свою искреннюю любовь к королю. Это действительно искренняя любовь от сердца. Потому что любое мероприятие, связанное с этим праздником, оно привлекает огромное количество, в первую очередь, тайцев. Король действительно человек, который сделал очень много для своей страны, который сумел и решать много политических вопросов, и вопросов повышения благосостояния своего народа. Так что это вполне закономерная любовь. Почитание тайским народом монархии поистине уникально. Особенно открыто тайцы выражают свое почтение и любовь к правящей династии Чакри и королевской семье за их преданность и помощь народу. До последнего времени Рама Девятый много ездил по стране, встречался с людьми. Он является инициатором ряда сельскохозяйственных проектов. Среди увлечений короля – игра на саксофоне, фотография. В молодости будущий монарх любил водить автомобили, увлекался парусным спортом. В Париже король познакомился с дочерью посла Таиланда во Франции, ставшей позднее его женой, королевой Сирикит. У королевской четы четверо детей, наследный принц, которому сейчас уже более 50 и трое принцесс. Реальной власти королю не положено. За 60 лет правления короля Рамы Девятого Таиланд пережил 18 государственных переворотов, считая последние в сентябре этого года – 17 конституций и 25 премьер-министров. Но на королевском правлении это никак не сказалось. В политику король вмешивается только в крайнем случае, когда возникают конфликтные ситуации, и парламент полностью теряет контроль над этими самыми ситуациями. И то это происходит не в силу закона, а вопреки, благодаря личному авторитету Рамы Девятого. Король действует как миротворческая сила и выступает гарантом целостности и независимости государства. Эта церемония имеет большое значение. Королю власти 60 лет – это самый длительный срок на троне в мире. Мои жена и дети очень любят короля и королеву. Мне понравились все лодки, но больше всего самые красивые – королевские. Королевская барка Нарайсонгсубан – летящий Нарай. Самое новое королевское судно, построенное при ныне правящем короле Раме Девятом. Ее форштевень выполнен в виде фигуры Нарая в позе летящего орла. Эта лодка была построена к празднованию 50-летия правления нынешнего короля. На барке расположен королевский трон под навесом. На такой церемонии второй раз была на другой более 10 лет назад. Сегодня церемония красочная, больше лодок. Пришли вшестером с внучкой и внуком, и подругами. Напротив, на другой стороне реки Чаупрая, находится королевский дворец. В настоящее время он уже не является местом проживания королевской семьи. Часть зданий архитектурного ансамбля по-прежнему используется для различных государственных и религиозных церемоний, а другая – как музей. Дворец – это огромный комплекс, куда входят королевская резиденция, храмы, библиотека, ступы, хранилища прахов бывших королей. Наиболее известен храм изумрудного Будды, вырезанного из цельного смородка. Для жителей Сиама он все равно, что собор Василия Блаженного для россиян. Рядом храм золотого Будды с пятитонным изваянием Будды из литого куска золота. Храмы и дворцы каждый из правителей Таиланда строил в соответствии с собственным представлением о своем величии. Во дворцах предшественников чаще всего жили дети действующего главы государства. Непривычная для европейского глаза архитектура – позолоченные храмы, гигантские статуи экзотических, а то и вовсе мифологических животных, разряженных в непонятные, но очень красивые одежды, демоны, которые охраняют входы, привлекают в Королевский дворец тысячи и тысячи туристов. Процессия лодок минует Королевский дворец и скрывается из виду. А в это время на воде плывут тысячи маленьких огоньков. Эти огни символизируют любовь тайского народа и уважение к королю. Они представляют собой души тайских людей, которые желают всего наилучшего своему любимому королю. Огоньки – это маленькие свечи, которые помещают в лодочке, плывущей по реке. Для этого события была создана специальная команда, которая зажигает фонарики. Но любой человек тоже может это сделать. Три ценности, которые наиболее почитаемы в Таиланде – это нация, религия и король. Рама пятый, шестой, седьмой, восьмой много сделали для своего народа. Но ныне правящий король Рама девятый сделал наибольшее благо для тайского народа благодаря своим проектам. Портреты Рама девятого – везде. Профиль монарха украшает денежные купюры и монеты всех достоинств. В Таиланде принято каждый раз при смене правителя трон передается по наследству – выпускать новые деньги с новыми портретами нового правителя. Вообще, отношения тайцев к правящей уже более двух веков династии Чакри сродни религиозному. Портреты королей можно встретить не только на улице, в солидных офисах, но и в любой ловчонке, и даже в общественном транспорте. Для передвижения по городу можно воспользоваться такси или экзотическим и особо любимым туристами трехколесным средством передвижения под названием Тук-Тук. Поездка обойдется раза в два дороже, чем на такси, а можно с ветерком прокатиться на мотоцикле. Из-за вечных пробок это самый быстрый вид транспорта в столице, поэтому поездка на мотоцикле и самая дорогая – в среднем около пяти долларов. Множество катеров курсируют по реке Чао-Прае. Как и положено столице, финансовому центру страны, здесь в Бангкоке множество банков, торговых центров и прочих учреждений. Кроме того, очень много рынков, на которых продают все, что угодно. Причем расположены они в большинстве своем вдоль тротуаров, отгороженных от проезжей части заборами. То есть пройти по улице, минуя прилавки, практически невозможно. Местные торговцы на 40-градусной жаре ухитряются продавать мясо и морепродукты, не пользуясь холодильниками, рефрижераторами и прочими достижениями цивилизации. Сотни прилавков и лотков с едой. Здесь варится, парится и маринуется все на свете. От бараньих пупков в вермишелях птичьих бульоне до жареных кузнечиков и печеных жуков – деликатес, выращиваемый в слоновьем навозе. Если вам такая тайская экзотика чересчур, можете поужинать в ресторане отеля «Хилтон». Тот же ассортимент продуктов, но гораздо изысканней приготовленный. «Хилтон Миллениум» в Бангкоке – один из самых шикарных отелей, расположен рядом с британским посольством. Его дизайн в колониальном стиле с редкими для городского отеля садами и фонтанами впечатляет пространством и совершенством интерьера. Из номера чудесный вид на город и реку Чао Прая. Комфорт во всем, безупречная обслуга. Ежегодно Бангкок посещают несколько миллионов туристов и бизнесменов. Атмосфера теплоты и благожелательности буквально окутывает любого туриста, откуда бы он ни прилетел. И не случайно самое популярное определение Таиланда – страна улыбок. Субтитры подогнал «Симон»!